Дорогие друзья, всем привет! С вами Ольга Придухина. И сегодняшнее видео я предлагаю нам с вами разобраться в этом видео. Есть ли действительно эффективные способы, которые помогут вам усилить потенцию, на неё воздействовать. Давайте сегодня разберёмся. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё этого не сделали. Задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Действительно, вопросов про усиление потенции всегда очень много. И сегодня я расскажу топ самых действенных методов, которые, если вы будете применять, вы уже заметите потрясающие результаты со своим мужским здоровьем. Соответственно, усилится потенция, безусловно, усилится либидо, улучшится качество сперматозоидов. И, конечно же, всё это будет влиять на ваш тестостерон. Поэтому, поехали! Друзья мои, безусловно, на мужскую потенцию влияет огромное количество факторов. Если мы начнём перечислять, то нам не хватит пальцев двух рук, да? То есть целый перечень факторов и, соответственно, условий, которые влияют на вашу потенцию. Безусловно, стрессы оказывают серьёзнейшее воздействие. Но, опять же, вот как бы я вам не говорила, и как бы мои коллеги не говорили, что нужно избавиться от стрессов. Но в современном мире, к сожалению, избавиться от стрессов мы не можем. Мы не можем вот так всё. С сегодняшнего дня я буду жить без стрессов. Но хотя бы мы можем себя ограничить от вечернего злоупотребления, я бы так сказала, телевизором, социальными сетями, какими-то новостными порталами, да? То есть вечернее время, когда вы должны уже успокаиваться, вы должны уже готовиться ко сну. Не надо вашу нервную систему стимулировать, наоборот, какими-то событиями, которые могут вызвать негативную окраску, что, конечно же, неблагоприятным образом скажется на вашем здоровье, да? Следующий очень важный момент – это сон. Конечно, когда вы начинаете смотреть какие-то фильмы, особенно такие остросюжетные фильмы, вы начинаете сопереживать за героя. Конечно же, вы долго не сможете уснуть. Отсюда часто пациенты говорят, вы знаете, у меня проблемы со сном, я долго не могу уснуть, я ночью несколько раз просыпаюсь. Ну, конечно, если вы посмотрите боевик или фильм ужасов, конечно, вы будете плохо засыпать, ну, большинство из вас, да? И, возможно, часто просыпаться. Поэтому здесь я крайне рекомендую вам всё-таки отказаться от просмотра вот таких вот каких-то эмоционально ярких фильмов, да, сериалов, каких-то сюжетов и так далее. Потому что спать необходимо правильно. Я напоминаю, что для правильной выработки тестостерона спать необходимо ложиться до 23.00. Необходимо ложиться спать. Вот ляжете вы до 23.00, поспите вы 7-8 часов тогда, с большей вероятностью, что ваш тестостерон будет намного лучше. И чувствовать вы себя будете намного лучше. Следующий фактор, безусловно, это физическая нагрузка. Большинство мужчин очень много сидят. И сейчас, я думаю, у вас начнутся много-много аргументов. Ольга Викторовна, когда нам заниматься спортом, мы много работаем, у нас вообще ни на что нет времени. Я считаю, что найти время можно. За целую неделю можно выделить хотя бы 2-3 дня, там, по полтора часа, которые вы будете уделять спорту. Это необходимо для того, чтобы лучше себя чувствовать. Также для улучшения потенции я рекомендую упражнение гимнастику Кегеля, которое очень хорошо влияет на улучшение кровообращения, на усиление потенции, в целом на развитие вашего сексуального здоровья. Чем больше, чем лучше кровообращение, тем лучше, соответственно, будет ваше мужское здоровье, тем лучше у вас будет потенция, будет яркая достаточно либидо. Это всё очень хорошо влияет. Про потенцию у меня очень много упражнений. Чуть выше на канале вы можете найти. Я там подробно, как раз пошагово рассказываю про самые действенные упражнения. Следующий очень важный момент, друзья мои, это витамино-минеральные дисбалансы. Но не может у мужчины быть хорошая потенция, хорошая либидо, если есть серьёзные дефицитные состояния. Поэтому специально для мужчин я сама разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Мужская мощь в своём составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и её химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приёма. Принимать по одной капсуле два раза в день. Баночки хватает на курс на месяц. Также при длительном регулярном приёме, регулярном, то есть ежедневно, не так, что один раз выпили, на две недели забыли, именно ежедневно, мужчины ощущают самые хорошие результаты. Восстанавливают потенцию, улучшают её, профилактируют различные сексуальные дисфункции, улучшают либидо, улучшают качество сперматозоидов и повышают уровень тестостерона. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи. Действительно, очень хороший, очень сильный эффект препарат оказывает. Не содержит тяжёлых металлов, красителей, ароматизаторов, ртути, поэтому подходит для длительного применения. Ну что, друзья, безусловно, питание. Вы меня часто спрашиваете, а можно ли нам не пить мужскую мощь, да, или какие-либо другие препараты, а, соответственно, всё заменять питанием. Но, к сожалению, мы не можем получить достаточное количество цинка, селена с помощью только питания. Вы не сможете так питаться, вы не сможете съедать 2-3 сырые устрицы в день для того, чтобы закрыть дефицит цинка. Вы не сможете ходить практически обнажённым под очень ярким солнцем, да, для того, чтобы получить то самое количество витамина D. Даже кто сейчас живёт в южных регионах, и то солнце не позволяет полностью восполнить витамин D, поэтому здесь необходимы как раз витаминно-минеральные комплексы. Это очень важный момент. Ну и, конечно, помните, что отказ от вредных привычек – это необходимая часть для того, чтобы улучшить вашу потенцию. Пока вы не откажетесь от пива, пока вы не перестанете курить, ну не надо ждать чуда, что сейчас всё будет хорошо. Нет, только именно комплексное воздействие поможет вам восстановить вашу потенцию либидо и стать самым мощным. Ну а мужская мощь вам в этом поможет. Первая ссылка в описании под этим видео. Будьте здоровы!